В киевских пригородах и в Николаеве власти подсчитывают людские потери. В сторону Одессы были запущены три ракеты. Более двухсот участников антивоенных акций были задержаны по всей России. Также в стране прошли митинги в поддержку российских военных на Украине. В Венгрии прошли последние предвыборные митинги двух основных кандидатов. Премьер-министр Виктора Орбана и кандидата от объединенной оппозиции Петра Маркизая. Власти Украины сообщают о стремительном выводе российских войск из-под Киева и Чернигова, как ожидается в целях укрепления своих позиций и контроля над занятыми территориями на востоке и юге страны. В субботу ракетные обстрелы отмечались под Полтавой, в Харькове, Днепропетровской и Херсонской областях. Глава Николаевской области Виталий Ким написал в своем телеграм-канале о 36 погибших в результате авиаудара, совершенного по зданию областной государственной администрации в минувший вторник. Агентство Франс Пресс сообщает, что в освобожденной ВСУ Бучи к северо-западу от Киева найдены тела по меньшей мере 20 человек. Также говорится об обнаружении массового захоронения. А в селе Бровары украинские военные приступают к разминированию территории. Жить здесь достаточно тяжело. Все магазины закрыты. Многим людям не хватает продовольствия. Нам даже не завозят хлеб. В селе Гута-Межигорское на Киевщине было найдено тело известного украинского фото-журналиста и автора документальных фильмов о Донбассе Макса Левина, сотрудничавшего с мировыми СМИ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Журналист находился в зоне боевых действий и не выходил на связь с 13 марта. Напряжение отмечается также на юго-западе Украины. По территории Одесской области ударили тремя ракетами из комплекса «Искандер», передает корреспондент Евроньюз Сержо де Альмейда. Запуски ракет из Крыма по инфраструктурным объектам в Одесской области не дают забыть одесситам, которые пытаются жить мирной жизнью, что война близко. Ракеты, выпущенные сегодня ночью, вызвали панику среди населения, однако их удалось сбить украинский ПВО. Папа Римский, Франциск, не исключая своей поездки в Киев, об этом по дороге на Мальту, он сообщил журналистам. На вопрос одного из них о том, планирует ли он визит в украинскую столицу, понтифик ответил, да, такое предложение рассматривается. Ранее сообщалось, что Франциск получил письма с приглашениями в Киев, в том числе от мэра Виталия Кличко. Кроме того, в РПЦ сообщили, что ведется подготовка встречи Папы с патриархом Кириллом. После прибытия на Мальту понтифик впервые в резкой форме осудил военные действия на Украине, не упоминая при этом имен и стран. В частности, он сказал, в очередной раз некий правитель, к сожалению, увяший в анахроничных претензиях националистических интересов, провоцирует и разжигает конфликты. В то время как простые люди чувствуют необходимость строить будущее, которое либо будет общим, либо его не будет вовсе. Франциск неоднократно высказывался за прекращение огня на Украине. Осуждал происходящее там, призывал к дипломатическому регулированию, а также выражал поддержку беженцам. В частности, Ватикан принял на лечение тяжелобольных украинских детей. В России прошли акции протеста против военных действий на Украине. По данным проекта ОВД-инфо, признанного в России иноагентом, задержано более 200 человек в 17 городах страны. Большинство из них в Москве и Санкт-Петербурге. В преддверии акции в столице была перекрыта Манежная площадь. Основная часть задержания пришлась на парк Заряди у стен Кремля. По словам очевидцев, полиция сажала в автозаки не только протестующих, но и прохожих. С 24 февраля за участие в антивоенных акциях по всей стране были задержаны более 15 тысяч человек. В то же время накануне в разных городах прошли акции в поддержку российских военных на Украине. В одной из них, под лозунгом «Своих не бросаем» в Кемерово, приняли участие юноармейцы и ветераны боевых действий. По данным ОФЦИОМ, 76% россиян считают правильным решение о проведении военной операции на Украине. По опросам признанного иноагентом Левада-центра, одобряют действия российских военных на Украине 81% респондентов. С начала войны на Украине сотни граждан России уехали в Грузию. Среди причин, подтолкнувших россиян к эмиграции, неприятие политики Кремля, опасения по поводу возможного призыва в армию или возникновения нового железного занавеса. Я выбрал пересидеть здесь, пока принимают решение, потому что я был тут в прошлом месяце до всей этой заварушки неприятной. Я не хочу сидеть в стране, которая войну устраивает, и приехал сюда. Я не знаю, сколько я останусь в Грузии, но я думаю, что этот год точно. Несколько месяцев в год, может быть, дольше. С расселением в гостинице проблем нет, однако из-за большого спроса цены на съемное жилье значительно выросли. Я сдаю жилье в аренду на протяжении пяти лет. У меня есть квартиры в старом Тбилиси. Ко мне обращаются квартиросъемщики из Европы, Азии, а также из России. Принимая во внимание ситуацию, которая сложилась на Украине, я отдаю предпочтение украинским гражданам. И зачастую не беру с них плату. В середине марта министр внутренних дел Грузии Вахтан Гамилаури отчитался перед парламентом о прибытии более 30 тысяч граждан РФ, отметив, что 17 тысяч из них уже покинули за Кавказскую республику. В течение месяца число россиян, въезжающих в Грузию, увеличилось в 10 раз. У некоторых наших соотечественников возникают сомнения, а действительно ли эти русские бегут из России по политическим мотивам или пытаются спасти свой бизнес. А что, если некоторых из них специально направили, чтобы подорвать безопасность нашей страны? Еще до 24 февраля в Тбилиси и Батуми переехали некоторые оппозиционные российские политики и журналисты. Срок безвизового пребывания россиян в Грузии составляет один год. В Венгрии прошли заключительные предвыборные митинги. В Будапеште собрал единомышленников единый кандидат от оппозиции Петер Маркизай, а премьер-министр Виктор Орбан в своем родном городе Секеш-Фехер-Варе. В воскресенье венгры придут к избирательным урнам для участия во всеобщих выборах и референдуме по вопросам ЛГБТ. После напряженной предвыборной кампании опросы отдают преимущество действующему премьер-министру Виктору Орбану. Впервые за 12 лет пребывания Орбана у власти его партия Фидос столкнется с объединенной оппозиционной коалицией. В столице многие относятся к выборам с настороженностью. Я уверена, что Фидос выиграет. В основном, потому что наш народ позорно больше озабочен ценой газа, нежели тем, что происходит вокруг и в соседней с нами стране. Необходимо бороться против этого режима в целом, и, безусловно, против социальной несправедливости, чтобы устранить неравенство, которое стало очень заметным в Венгрии. В выборах участвует шесть общевенгерских партий и три по национальным спискам. Солнечный весенний день в Митровице на севере Косово. Террасы ресторанов переполнены. В это воскресенье картина будет, скорее всего, похожая. Несмотря на международное давление и угрозы Белграда, премьер-министр Альбин Курти запретил открытие избирательных участков на территории частично признанного Косово для желающих проголосовать на всеобщих сербских выборах 3 апреля. Курти утверждал, что Сербия не обратилась к властям Косово за разрешением на организацию голосования. Какими бы ни были аргументы тысячи косовских сербов, не имеющих возможности проголосовать, недовольны этим решением. Такое могло произойти только с нами. Спасибо тем, с самого юга. О ком вы? Понятно же, о ком. Те, кому это мешает. Мы помеха для них, помеха для всего мира. Оба правительства должны думать о нас и о наших правах. И это мое право голосовать в стране, гражданкой которой я являюсь, и делать это там, где я живу. Кто спрашивает людей сегодня? Никто. Несмотря на недовольство, все надеются, что воскресенье будет спокойным. Мы хотим, чтобы все было мирно, всегда. Никому война не нужна. Абсолютно никому. С Божьей помощью, не только завтра или послезавтра, но и всегда между людьми должен царить мир. Эксперты не ожидают волнений, но считают, что правительству Косово важно наладить контакт с сербским меньшинством. Косовским сербам никогда не будет комфортно, если они будут следовать политике Белграда. Если у них не будет собственной национальной идеи, своей жизненной цели здесь, в Косове, включая их права, они никогда не будут чувствовать себя комфортно. Но пока косовским сербам придется подстраиваться под существующие правила игры. Белград предложил им отдать свой голос в Сербии. Для этого им достаточно доехать до приграничных с Косово городов. Аданунис Фейхоу избран в субботу новым лидером главной оппозиционной силы Испании консервативной народной партии. 60-летний Фейхоу возглавляет правительство автономного сообщества Галисия. Среди задач, стоящих перед лидером консерваторов, улучшение репутации народной партии, с которой связаны коррупционные скандалы. Политическая конкуренция не только с правительством социалиста Петро Санчеса, но и с ультраправой партии Голос.